Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема, такая глубинная, если угодно, проблема, заключается в том, что вы сам свой невроз, как вы его называете, описываете крайне невнятно. То есть вот крайне невнятно вы описываете состояние, невротическое, невротическое состояние. При Каплёрам речь идёт именно о первопричинах вашего состояния, текущего, текущего состояния. Что я хочу вам сказать. Невроз, невроз. С чего ты начался? Ну, объективно. То есть у него, у невроза есть свои причины, у невроза есть свои основания, у вашего. И не совсем понятно, на какой именно, на каком именно основании, по каким именно причинам он у вас появился. Понимаете? Вот что важно, на самом деле. То, что вы описываете дальше, то, что вы описываете, ну, вот в дальнейшем, это уже следствие, по сути своей. Понимаете? Это уже следствие, просто. Это не первопричина. А первопричина заключается именно в том, о чем я говорю. То есть это перекрытие ваших собственных эмоций, ваших собственных желаний, ваших собственных сил, ваших собственных ресурсов и так далее. Речь, таким образом, по факту, идет об этом. Речь идет о том, что вы сами себя очень сильно в чем-то ограничиваете, и из-за этого ситуация складывается вот таким образом. Конечно же, крайне негативным, ну, крайне негативным для вас. Это понятно. Вот. И все ваши желания, которые вы себе запрещаете, все ваши потребности, вот, все они, ну, по факту проявляются вот в этом. Проявляются именно в этом. Проявляются именно вот в тех вот мыслях, о которых вы говорите. Вот. Таким образом, таким образом, я надеюсь, что основная моя мысль, что начинать нужно сначала, да, что начинать нужно именно с первопричину того, что происходит. Ну и, я надеюсь, будет вами услышим, что именно это является самым важным аспектом ситуации. Что все остальное, это следствие. Понимаете? Какая штука. Все остальное, это следствие. И вы сейчас говорите об этих самых следствиях. Вы говорите сейчас именно о следствиях того, что с вами произошло несколько раньше. И вот это, это то, над чем вам нужно работать. Это то, куда вам желательно стремиться. Понимаете? Какая штука. Ну а по отношению к тому, что вы описываете, я бы сказал, что вам требуется внимание, то есть вы нуждаетесь во внимании. Вот. И ваши мысли, они связаны именно с тем, что вы в этом внимание нуждаетесь во внимании до сих пор. Вот. Вы также чувствуете себя не свободны. Вот. Ну, вы ощущаете себя не свободным. Вот. Ну, вы ощущаете себя не свободным. Через мысли о смерти, пытаетесь освободиться. Ну, как мне кажется, по крайней мере. Такая вот история. Такая вот история. Как вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...